Пока Пеп Гвардиола готовится к трэблу и снимается в сериале про Теда Лассо, в Беларуси подошел к завершению модуль обучения тренеров на категорию УЕФА-ПРО. Еще немного, и эти специалисты смогут еще больше знаний передать футболистам. Надеемся, не только белорусского чемпионата. В техническом центре БФФ проходит заключительный модуль тренерских курсов ПРУ-УЕФА. Это группа 20 тренеров белорусских команд. Они начали обучение в декабре 2021 года. Уже полтора года проходит обучение. И вот сегодня, вчера, сегодня, завтра, это заключительный модуль, десятый модуль. После этого они выходят на аттестацию и в случае успешной аттестации будут получать лицензию ПРУ-УЕФА. Теоретические и практические занятия в Академии футбола и в Манеже, работа с молодежью белорусских клубов и стажировки за рубежом. Все это входит в обязательные требования для получения заветной лицензии, которая позволит полноправно тренировать клубы высшей лиги и претендовать на вакансии в других чемпионатах. Эта корочка действительно международного масштаба, ведь занятия курирует представитель УЕФА Геннадий Скуртул. Мы все, что планировали, все выполнили. Я думаю, что благодаря великолепной организации со стороны Федерации футбола Белоруссии и руководителей курса нам удалось достигнуть цели. И самое главное, что ребята поменяли свою философию, начали по-другому в первую очередь относиться к методологии футбола, к проведению тренировочного процесса. И, соответственно, курс еще не дает гарантии того, что это будет успешно. Самое главное зависит теперь уже от них. Мы то, что могли, все сделали. Теперь уже задача каждого из тренеров – это совершенствоваться. Ну и самое главное – это практические навыки. То есть применять это в практической деятельности. Уже известные белорусскому болельщику тренеры в заключительном практическом занятии отрабатывали интеграцию вратаря в игру. Не мудрено. Мировой тренд диктует условия, а мы не против их соблюдать. В этой ситуации повезло молодежи Ислачи, которая выступает, скажем так, тренажером для практики коучей. Чувствуется, что один из руководителей курсов Сергей Боровский приложил руку и здесь. Хотя Сергей Владимирович отдает приоритет именно зарубежным стажировкам. Современные ситуации очень важны, потому что немножко мы потеряли связь, как бы пощупать другие варианты. Тренинга. В основном сейчас только видео. А вот именно самому очутиться в этой ситуации, очутиться как бы и шкурой, грубо выражаясь. Ощутить это состояние и как ведут в первую очередь и тренеры другие, и как игроки тоже ведут. То есть это очень резко сократилось, к сожалению, количество сборов у наших команд и спаррингов. Возможность всегда, когда эти были моменты, мы собирались и тренились других команд, обсуждали, обменились опытом. Про Копюк, Бразевич, Суворов, Чернухин, Михайлов. Их всех мы уже знаем по работе в клубах высший первый лиг. При этом знаем как грамотных и сильных тренеров. Теперь нам остается ждать их возвращения в рабочий процесс и реализацию своих идей, которые можно было почерпнуть за время обучения. То ли еще будет, как говорит еще один наш знакомый, экс-тренер Минского Динамо, Артем Челединский. В первую очередь, что я хочу подчеркнуть внимание, это психология. Нас немножко научили работать в стрессовых ситуациях. Да, они и так, когда ты главный тренер, очень много стрессовых ситуаций. Но здесь мы должны находить выходы в этих моментах. Ну и то, что касается и таксических моментов, и поведения, и все это очень многое дало за два года. Приличный багаж, наверное, я поимел знаний. Ездили вы на иностранные стажировки, если не ошибаюсь, и в феврале, и, наверное, у вас индивидуальная была какая-то еще стажировка. Расскажите о них, пожалуйста. Правильно, у нас было две стажировки. Одна была с группой, мы ездили в Турцию и были разбиты на группы. Мы были на стажировке у команды «Ахмат», первая. А вторая, мы ездили на индивидуальную стажировку в футбольный клуб ФК «Сочи», при том, что тогда еще возглавлял эту команду Бердеев. Ну, естественно, две глыбы в футболе, которые очень много багаж знаний, общения, то, что касается особенно Сочи. Потому что многие знают, что у Бердеева есть опыт и лиги чемпионов, и команды поднимать из низов. То есть, ну, очень интересно было, подлотворно посмотреть, естественно, детали, которые они подсказывают. Но в то же время я понимаю, что каждый из них говорит, что они стараются подстраиваться уже по современности. То есть, они тоже в таком возрасте говорят, что надо все равно в одном случае прогрессировать. Впереди у тренеров только аттестация, с которой они, несомненно, справятся. Ну, а дальше? Пожалуй, топ-5 чемпионатов Европы, а? Почему бы не замахнуться? Вот и увидим.